Это называется Reversal Strategy, или Reversal, это имеется в виду разворот, так по-русски. Значит, разворотная стратегия, которую называют иногда, называют по-разному, но ее называют 1, 2, 3, Pattern. Не обращайте внимания, здесь написано вот в чем. Тут будет как бы два в одном, но главная идея, сейчас я расскажу, главное в чем заключается. Вторая заключается в Fibonacci. То есть, здесь, так сказать, уже деталь, детальный подход к тому, что внутри чего-то находится. А внутри находится вот что. 1, 2, 3. Какие условия? Первое условие. Мы должны делать, здесь показано о том, что мы идем вниз, правильно? Все то же самое справедливо, если мы пойдем вверх. Вот здесь, вот этот рисунок, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот этот рисунок, 1, 2, 3. То есть, мы должны делать то, что мы проходили, и то, что я рассказывал в одном из уроков, и повторяю, когда мы делаем анализ. Сейчас мы должны делать lower, low, lower, low, L, L. То есть, каждая последующая точка, lower, high, lower, low. Каждая последующая точка ниже предыдущей точки. Значит, в данном случае тройка ниже, чем единица, и следующая точка должна быть ниже, чем двойка. Вот это является, двойка является здесь суппортом, линией поддержки, и мы идем вниз. Здесь является линией сопротивления, двойка, и мы идем вверх, когда мы пробиваем вот эту вот линию сопротивления. Не будем сейчас мы для начала касаться, касаться мы не будем фибоначчи, еще раз, фибоначчи внутри этого всего. Здесь показано про фибоначчи. Но идея вот такая, окей? То есть, мы дошли до какого-то низа, и после этого мы не можем идти straight down, постоянно вниз мы не можем идти. Где-то у нас какие-то развороты. Вот, допустим, смотрите, вот точка, да, я не могу здесь рисовать, это уже файл, который уже загружен, да, стрелочки я не могу ставить. Но вот эта вот точка, вы курсоры мои должны видеть, вот эта точка, вот эта точка и вот эта точка, она не подходит под эту паттерн, она не подходит. Почему? Потому что вот эта точка ниже, чем вот эта точка, она должна быть выше. То есть, это должно делать higher low, HO, или higher high, HH. Вот если бы мы сейчас пробили эту точку, это было бы да. Мы бы пробили higher high, но вероятность того, что мы пойдем вверх, она уже не та, и это не сетап, который называется 1, 2, 3. Почему? Только лишь потому, что мы сделали ниже, чем вот эта точка предыдущая, понятно, да? То есть, тройка должна быть во всех вариантах выше, тройка должна быть во всех вариантах выше, тройка должна быть во всех вариантах ниже. Я имею в виду четверка условная. Четверка должна быть во всех вариантах ниши для того, чтобы мы пошли вниз. С этим понятно? Это самое главное. Как у нас всегда мы работаем здесь. Еще раз, файл этот я пришлю вам. Но это все теория. Что касается практики. 38,2, 50, 61,8 Fibonacci Retracement Level. Будем считать так, что вот эти все уровни Fibonacci. И нам будет проще, если мы это сможем установить, сможем это сделать. Так, давайте мы практически это все будем делать. Теория хорошо, практика лучше. Потому что на самом деле все не так просто, как это кажется, когда мы читаем материал. И в этом-то и заключается, что выучить это все теоретически можно. И закончить колледж можно. Причем колледж и нужно заканчивать. Время изменилось. Не обязательно ходить на занятия. Совершенно не обязательно ходить на занятия. Но с моей точки зрения, повторяю, это придет в разрез всему, чему нас учили. По одной элементарно простой причине. Ну, не было колледжей когда-то, верно? И не было вот этого образования. Значит, для чего нужны колледжи? А для того, чтобы деньги брать. Понимаете? С нас, учащихся. Ну, я учился, с меня никто не брал деньги. Знаете, когда я учился в высшем учебном заведении? Наоборот, мне платили стипендию. Ну, вы понимаете как? То есть, идея изначальная была не брать деньги. Это сейчас все стало бизнесом. Но мы сейчас не об этом говорим. Это уже следующее. Идея и то, что я объясняю, и то, что я даю этот курс, и то, что люди к этому относятся, которые не понимают этого, проблемы этих людей, проблема для нас всего лишь это все в себе вместить в свою, извините, башку. Для того, чтобы понять о том, что всему нас учили неправильно. Нас не учили быть счастливыми. Мы это знаем. Это я отвлекаюсь, но тем не менее. Нас не учили быть счастливыми. Нас не учили отношениям в школе. Нас не учили, как общаться с родителями и с детьми. Есть законы, понимаете? Законы, высшие законы. Это не земные, которые придумали земные законы. Бизнесом надо заниматься и зарабатывать бабки. Причем на нас. Откуда же 3% населения Земли владеет 97% богатства Земли? Откуда это тогда? Ну, расскажите, как это такое может быть? Это же полный дисбаланс. Дикий совершенно. Когда-нибудь это все закончится. Вы же понимаете? Вечно это не может продолжаться. Окей, ребят, поехали. Значит, давайте мы сделаем вот что. Значит, я вот это все убираю. И мы сейчас будем с вами строить графики. Так. Значит, мы с вами будем строить графики. Ну, как вы видите, но FXN работает странно. В субботу оно обычно не работает. Давайте мы тогда построим. Я хотел это делать на графике и фьючерсу. Что, в общем-то, не имеет никакого значения. Тоже самый график. Ну, вот давайте мы посмотрим. Я вот сейчас в реальном времени буду делать анализ. Ребята, это на понедельник, имейте в виду. Сегодня у нас суббота. То есть, воскресенье вечером открывается. Завтра открывается. Ну, вечером это для меня, а для вас это будет утро. Напомню еще раз. Открывается. Биржа открывается. По московскому времени. Модеста пересчитает. По московскому времени. Биржа открывается в 2 часа ночи. В ночи с воскресенья на понедельник. В 2 часа ночи открывается. Ну, соответственным образом, это американцы. Называется Globox. Правильно? Лондон открывается в 8 утра по локальному времени. У нас 6 часов разница. В 2 часа ночи. Вот. С Лондоном. Лондонская биржа. Мы сейчас говорим про Forex. Forex. Правильно? Почему Forex? Потому что на Forex требуется значительно меньше денег, чем на фьючерсы и индексов. Потому что каждый индекс на фьючерс, чтобы вам было понятно, давайте я вам покажу. Вот смотрите. E-mini, E-s. Это то, о чем мы постоянно говорим. Initial margin. То есть, это вот открывается маркет. Открывается маркет. И это называется initial margin, который составляет 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов составляет. Если мы входим в trading day, когда открывается маркет, биржа открывается, тогда он становится 500 долларов. 500. В 10 раз меньше. То есть, для того, чтобы держать overnight на следующий день контракт, допустим, вы уверены о том, что маркет откроется выше, вы его купили, и вы хотите его удержать. Вам надо иметь на аккаунте 5 тысяч долларов на один контракт. YM, Dow Jones, 4400. NASDAQ, 4400. Дальше. Energy. Crude Oil, 3940. Это фьючерс, CL. Дальше. Золото. 6600 долларов. Ребята, 6600 долларов. Много, да? Если вы имеете по одному контракту, если вы просуммируете, имеете несколько, так вы можете посчитать, сколько вам денег надо для того, чтобы держать это. Все вот это становится, кроме золота, тысячу. Золото, тысячу. Все остальные, это 500 долларов. Дальше. Forex. евро, 3680, тут поменьше, 3685, а вот здесь есть мини-евро, здесь не показано, по-моему, да? Здесь есть мини-евро, 1850, мини-евро. Они обозначаются и 7, и 7. То есть, смотрите, сейчас я вам покажу. Мини. Вот. А, я тут пытаюсь открыть, сейчас я покажу вам. Так, австралийский доллар, 2200. Японская иена, 4950. Почему? Трейд от Модесос, я говорил, очень тяжело. Не зря на нее маржа составляет 4950. Больше, чем все остальные. Почему? Потому что это очень большая волатильность. Поэтому, ну, вы понимаете, что соотношение иены, допустим, к доллару, то есть, 1 доллар больше, чем 100 иен, 106 иен составляет 100, да? А разница между евро и долларом 1,2 десятых всего лишь, 1,1 десятых, 1,05 всего лишь. Поэтому, соответственным образом, маржа больше. Британский фунт очень волатил, поэтому он чуть выше, чем и на него маржа совсем другая, кстати. Доллар американский 2200. Я хочу повторить, чтобы вы знали, что такое американский доллар и почему доллар стоит деньги. 2,2 десятых. 2200. То есть, доллар имеет абсолютную величину и он состоит из шести крупных валютных валют. Ну, там евро, паунд, в общем, шесть валют. Если хотите посмотреть, то вы посмотрите. То есть, канадский доллар, небольшая волатильность, 1925, правильно? Так вот, E7, я потом покажу, 1850. То есть, если вы, то есть, он дешевле, короче говоря, стоит, если мы трейдем фьючерсы. Если мы трейдем фьючерсы. Так, давайте мы все это дело уберем. Это нам сейчас не надо. И мы построим график. Вот у меня здесь инструменты. И вот эти инструменты, видите, 6A, это фьючерсы. Первая цифра 6. Австралийский доллар, британский фунт, канадский фунт, евро, японская иена, новозеландские доллары. Это австралийский доллар, это новозеландский доллар. Это швейцарский франк. CL, это oil, нефть. DX, это доллар. E7, единственный E7, 12.16. 12.16. Значит, смотрите, давайте мы построим график, потом я вам покажу. Выбираем 6E. 240 минут. Если нам позволит открыть это все. Сейчас, да, открыло у нас все. Сейчас я вам покажу этот график, который черным черно от количества трейдов. Видите? То есть, самый популярный, то, что я трейдаю этот маркет. Давайте я сейчас уберу это все. Был график. Так, окей. Вот он график, да? Давайте я сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Инструмент менеджер. Вот здесь все инструменты, которые мы трейдаем. Точнее, которые мы можем трейдить. Отсюда мы выбираем и переносим их сюда, вот стрелочками влево. И если они экспары 12-го. Ребята, напоминаю. Декабрь месяц. Третья пятница. Этого декабря. Какое это число? Третья пятница. Второе плюс девятое. Шестнадцатое. Так, шестнадцатое. Шестнадцатое число. Шестнадцатое декабря. Все. Этого контракта не будет. Так. Они будут экспирэйшн дейт. Экспар будет. В пятницу. Первое число. И будет трейдиться мартовский контракт. То есть, 0.3. Мы даже сейчас, если мы захотим. Евро. Вот видите. Когда мы кликаем сюда. Шестнадца у нас появляется по определению 12-го 2016-го. А вот здесь у нас уже есть, по идее, видите, 3-го 17-го. Вот у нас будет трейдиться вот это 3-го 17-го. То есть, март. Я хочу повторить для тех, кто не помнит, а некоторые не помнят, о том, что вот эти фьючерсы, как и options, как и все остальное, опционы, они expire, истекают. Срок действия их истекает. Четыре раза в году. Март, июнь, сентябрь, декабрь. Сейчас работает декабрьский. То есть, нам надо будет это все переделать. Но во второй четверг, во второй четверг, то есть, когда это будет? Во второй четверг, 8-го числа, 8-го декабря, ребята, уже в следующий четверг у нас появляется трейдиться, появляется еще контракт, который будет мартовский. То есть, мы, по идее, должны сейчас добавить все то, что мы здесь имеем, кроме вот этих вот валютных пар. Они, конечно, не expire. Это все фьючерсы. Вот фьючерсы, а не expire. Значит, мы сюда добавляем 3-е, 17-е, делаем сюда, и у нас появляется 6-е 3-го, 17-го, 6-е 12-го, 16-го. Просто для интереса. Делаем ОК. График у нас уже есть, который мы анализируем. Допустим, только почему-то я сделал 6-е, да, хотя я сказал, что я сделаю евро. Но давайте мы сравним просто для интереса. 6-е, давайте возьмем 3-го, 17-го, да? Так, new chart. 3-го, 17-го. ОК. 3-го, 17-го. 12-го, 16-го. 12-го, 16-го, 3-го, 17-го. Видите, они идентичные графики. Но для чего нам это надо? И для чего трейд длится 2 контракта? Ну, смотрите. Допустим, у нас есть показатель, и мы анализируем 240 минут. Это 4 часа. И, допустим, мы развернулись и идем вверх. И мы показали, что мы идем вверх. Сейчас мы проанализируем. Но. Но. Мы не можем идти все время вверх, поэтому у нас будет pullback, падение какое-то, правильно? Отскок. И вот если мы увидели, что на 15-минутном графике мы идем вниз, тогда что мы можем делать? Тогда мы можем вот в этом индексе, вот этой фьючерс, мы можем идти long, мы можем оставлять на покупку. И стаб наш где-то будет здесь, ниже этой точки. Так, главный стаб. А вот в этом индексе, потому что будет одну неделю, трейдятся 2 индекса. 2 индекса. То есть этот индекс старый, вот этот будет новый в четверг, повторяю, предыдущий второй четверг. А этот будет на до третьей пятницы. Просто volume или вот эти вот количество контрактов, которые меняются, они будут соответственным образом идти в пользу, расти здесь, в новом и уменьшаться здесь. То есть в принципе я обычно делаю, я ухожу от старого контракта в понедельник. В понедельник после обеда, когда наступает третья неделя, в данном случае декабря. То есть я этот убираю и все свои действия, все заказы, которые здесь у меня стоят, я убираю и начинаю делать их здесь уже на третий месяц. Правильно? Давайте мы сделаем с вами, если мне даст Forex, потому что я изначально это хотел на самом деле сделать, евро-доллар. Значит, те же 240 минут. Сейчас посмотрим, даст нам это или нет. Вот, ну, здесь еще более черным черно, еще более черным черно, видите? Совершенно дикие какие-то эти самые. Это количество раз, которые я трейдл, и количество контрактов, которые я трейдл, вот, да? 240 минут. Давайте сравним его с тем, что у нас есть. Похоже. Все то же самое, правильно? Все то же самое. В общем-то, похоже. Да, одним исключением, ну, это 240 минут, то есть очертания похожи. Если мы сейчас делаем 15 минут, то вот мы имеем 15 минут. Куда мы идем вот на этом вот графике? Куда мы идем? Мы вниз идем, правильно? Значит, смотрите. Первый у нас сетап какой? Вот сейчас мы уже приступаем к нашим, к нашей теме, да? Вот информация, которую я вам сейчас даю, это информация очень и очень ценна, потому что это прямое руководство, как нам трейдить. Как нам трейдить. Уже вот сейчас, в реальное время. Евро, доллар. То есть, хоть один мини-контракт, хоть два, хотите тренируйтесь, хотите трейдите вживую. Еще раз. Этого вам никто не будет ни в одном учении рассказывать. Только лишь в том смысле, если вы за это будете платить, и кто-то, ну, кто-то согласится с вас брать деньги, и будет вам давать советы. Чего никогда не делается. Все делается в теории. Потому что показывается только то, что хотят показать. Ну, и... А для чего? А для того, что все бизнес. А для того, что все хотят видеть, как можно зарабатывать. И, соответственным образом, если мы будем проигрывать, так кто же к нам придет? Ну, к преподавателям. Я не говорю нам. Я говорю условно нам. Да? Понятно. Дальше, ребята. Вот теперь мы подключаем наше Фибоначо. Вот теперь мы подключаем наше Фибоначо. Ну, вот смотрите. Мы пробили один уровень, пробили второй уровень. Что это говорит? О чем это говорит? То есть, мы идем сюда. 53, а здесь 60. 7 пипс. 7 пипс. Что такое 7 пипс? Если мы трейдаем один стандарт лот, это называется. Один стандартный лот, состоящий из 100 тысяч контрактов, мини-контрактов. Один пип – это 10 долларов. Значит, вот здесь лежат 60 долларов. Для того, чтобы трейдить один стандартный лот, мы должны иметь по маржин, это я вам просто так говорю, чтобы трейдить вот это, 2400. Сейчас я вам покажу. Вот. Это FXEM. Это Форекс. Это чистый Форекс. Здесь нет фьючерс. Вот смотрите. Евро-доллар стоит 24 доллара. Евро-доллар стоит 24 доллара. Значит, чтобы трейдить один мини-контракт, то есть, одна тысяча контрактов, один мини-контракт, вам надо иметь на аккаунте 24 доллара. Я вам могу вот что порекомендовать. Смотрите. Если вы хотите трейдинг, где-то здесь, да? TradingView, по-моему, называется. Доткам. TradingView.com Ну, это мой аккаунт. И это мои анализы, которые я когда-то делал. Это просто старые. Я тут мало полстаю. Но что я хочу вам сказать. Значит, у вас, по идее, у всех, я знаю, ну, по идее, должны быть вот то, что я вам сейчас показываю. Это бесплатно. Это самое. Там можно все это чертить. Это все, видите, вот почему мы дошли сюда. Ну, вот где-то я это все рисовал. И здесь, сейчас не буду, ладно, не буду я это все искать. Но вот здесь единица. То есть, что такое единица? Короче говоря, здесь был ноль какой-то, какая-то нижняя точка. Мы до нее дошли, дабл батом пошли вверх. Я к чему это все рассказываю? Что когда вы это будете показывать, у вас появится надпись здесь, о том, что вы можете участвовать в соревновании, контест. Ну, есть, кстати, на русском языке, я так думаю, вот это все. На английском языке. Ну, по-моему, есть и на русском. А вот. Трейд. Вот появляется вот такой адвертайзмент. Но здесь его пока не видно. Но вот я вчера видал, когда я это сделал, о том, что предлагают участвовать в соревнованиях каждый месяц, кто имеет контракт, кто имеет здесь этот аккаунт, и кто имеет аккаунт FXEM. Его можно открыть с 50 долларами, и вы будете участвовать в соревновании. 50 долларов. Это называется и мини, да? И мини, мини, мини аккаунт, короче говоря. То есть, его открывается с 50 долларами, потому что обычный аккаунт, но там ограничено 6, по-моему, пары можно трейдить, чего больше и не надо, на самом деле. На самом деле, надо трейдить, ну, 3-4 пары. Вот у меня, допустим, на индикаторах, у меня на индикаторах, так, я сейчас не хочу переключать экран, у меня индикаторы евро-доллар, британский фунт-доллар, американский доллар-канадский доллар и австралийский доллар-канадский доллар. У меня нету, у меня был этот иена и швейцарский, у меня не есть графики, на самом деле, они у меня есть, но я их, ну, я не могу трейдить все, это же невозможно, понимаете, поучаствовать. Это как набор стаков, и надо за каждым следить, и графики это очень тяжело, поэтому можно ограничиться, на самом деле, главными двумя, ну, тремя, если мы видим сетапы, да, вот, но с 50-ти контрактами, это я вот к чему говорю, с 50-ти контрактами, то есть 24 доллара, да, кстати, давайте мы продолжим, я не так показал. Вот самое главное, вот здесь, смотрите, британский фунт уже стоит 70 долларов, то есть в три раза больше, в три раза выше, значит, теперь, если вы имеете, чтобы трейдить один стандартный лад, вам надо иметь 2400, так, на аккаунте, 100 тысяч контракт, 2400, 2400, причем вы не можете использовать, ведь все, чтобы трейдить один стандартный лад, соотношение 1 к 4, значит, вам надо иметь 10 тысяч, чтобы трейдить один контракт, а 3 четверти оставить, почему, если вы будете проигрывать, если вы проигрываете 100 пипс, допустим, или выигрываете 100 пипс, 100 пипс это 1000 долларов, ну, 1 к 10, это 1000 долларов, если вы 100 пипс, если вы выиграли 20-25 пипс, это ваша задача, 20-25 пипс выигрывать в день, 3 раза, допустим, выигрывать в неделю, то вы, соответственным образом, будете иметь очень серьезный со временем подъем, то есть, ваша цель зарабатывать в неделю 3 раза по 20 пипс, то есть, 60-65 пипс, значит, то есть, если вы имеете, что такое 60-65 пипс, трейдите, допустим, 10 мини-контрактов, 10 мини-контрактов, вы задействуете 240 долларов, а у вас находятся, допустим, ну, не знаю, 1000 долларов, а вы задействуете всего в 10 раз меньше, 240 долларов, 10 мини-контрактов и зарабатываете 20 пипс, что такое 20 пипс, если вы зарабатываете? Это вы зарабатываете 20 долларов, 60 долларов вы зарабатываете в неделю, 20, допустим, пипс каждый день, 3 раза в неделю, 60 вы зарабатываете долларов, А у вас, я сказал сколько, тысячу, да? То есть вы зарабатываете 6%, ребята, в неделю. Каждую неделю вы зарабатываете 6%, причем проценты на проценты, как бы они идут. То есть вы заработали, ну, так грубо, 24% в месяц. Ну, где вы возьмете такой в месяц? Сегодня в мире, не знаю, в Соединенных Штатах когда-то платили 5-6%, я помню. Какие-то кредитные, там, банка где-то платили 5-6% интерес или проценты на то, что там вы храните, там деньги, допустим. А сейчас 1,10, 2,10, потому что тарифная ставка очень маленькая сейчас, чуть ли не нулевая, да, 0,25. Правда, вот 13-го будет, сейчас мы это посмотрим. Вы имеете в виду, давайте, чтобы я потом к этому не возвращался. Вот у нас Investing.com, вот у нас календарь, правильно? Вот у нас календарь. Вот, смотрите. Так, next week. Три головы. Вот у нас британский фунт, 3.30. Это время маё. Надо добавить сюда 6 часов для англичан и 9 часов по московскому времени. Вот в 3.30 будет важный репорт для британского фунта. А потом пойдёт в 4 часа для евро. Audi, ну и так далее. Это мы беседовали, я сейчас не об этом хочу сказать. А вот на следующую неделю, тут его нету, хотя мы можем посмотреть, как десембр, вот эта вот неделя, допустим, да, если нам, нет, нам не дают, 13, 14-го числа. Окей. Ну, давайте посмотрим, что будет. Я вам хочу что-то показать, если мне покажут. Вот, да, 14-го число, среда, среда, час дня, вот, Federal Interest Rate Decision. Центральный банк, центральный американский банк будет принимать решение на повышение тарифной ставки. 0,75. Предыдущая была 0,5, всего лишь, да, полпроцента она была. А до этого было, один раз в этом году уже повысили, тарифная ставка вообще была 0,25. То есть, фактически, банки предоставляли деньги под очень и очень маленький процент. То есть, это позитивно для тех компаний, которые одалживали эти деньги. Почему повышается? Это улучшение экономии, ну, так скажем, в теории. Вот, когда повышается интерес rate, это улучшение экономики, да. Вот, и вот это вот ожидается чуть ли не стопроцентная вероятность того, что будет повышена на 0,25. И там будут совершенно дикие скачки вверх и вниз. Это манипуляции. И к этому надо быть готовым, так как это было в пятницу. Сейчас я вам покажу. Понятно, да? Понятно. Окей? Так. Значит, вот давайте посмотреть японские, японская, да. Где тут японские? Вот. Ну, вот для евро, то есть, для японской иены, если мы трейдаем, тут всего 30 долларов мейнтеннесс. То есть, вот 70 самый дорогой. Соотношение фунта к иене, евро к иене и так далее. Вот здесь вообще тут 100 даже. Это китайский юань, поскольку он очень дорогой по отношению к доллару, да. Окей, понятно, ребята. Поехали к нашей теме. Значит, наша теория какова? Пробивая этот уровень, мы идем сюда. Пробивая этот уровень, мы идем сюда. Значит, допустим, видите, пошли вверх, пошли вниз. То есть, пробили этот уровень, мы делаем селл-шорт. Правильно? Потому что мы знаем, что мы идем сюда. Теоретически, верно? То есть, если мы бы сделали здесь селл-шорт 0,659, то здесь 0,675. 77, вот в этой точке, третьей. Значит, мы 16 пипс здесь, ну да, 16 пипс, 17 пипс. Пипс мы здесь проигрываем. Верно? В теории. Теперь. Теперь совсем другая картина, верно ведь? Теперь смотрите, что. Давайте мы это временно уберем. и передвинем 1, передвинем 2, передвинем 3. Не 3, не здесь. Ну да, 3 здесь. 1, 2, 3. Значит, мы ожидаем, что выше этой точки мы будем трейдить вверх. Вот здесь. Но пока что мы сделали здесь лоу. Значит, это не годится. Значит, вот самое главное, мы сейчас к чему переходим. Тадам. 1, 2, и. И мы должны идти вверх. Правильно? Но мы пошли вниз. А почему? А потому что те, кто делал здесь sell short, базируясь вот на вот всем вот этом вот движении, в диком движении вниз, видите? Сейчас я сделаю больше графика. И вы тогда увидите. Давайте мы его сделаем, кстати. Евро, USD. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы летим вниз, это всё ещё... А знаете, где мы были? Мы были здесь просто и даже нету. Мы были здесь... Последняя точка была 1.13, насколько я помню. Откуда мы начали? Вот она, 1.13. А до этого ещё выше мы были. И вот отсюда мы начали падение, дикое падение вниз. Которое продолжалось... Значит, вот смотрите. Это день, когда у нас был репорт ночью. 0.00. Какое там... Четвёртое число... Ну, какое-то примерно... Примерно это было 6-го, скажем, там, ноября, да? Примерно там 7-го ноября, не знаю, когда там было. Ну, вот, Великая Октябрьская социалистическая революция, празднование, а потом резкое падение вниз, да? Я шучу. А вот... И мы летели вниз до... 20... Когда последняя нижняя точка у нас была? 24-го числа. То есть, вот, примерно 2 недели мы летим вниз постоянно, ниже, ниже, каждый день ниже, 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 пока не прилетаем сюда. Но не буду сейчас анализировать, почему пришли сюда и здесь остановились и пошли вверх, да? Мы сейчас о другом говорим. Я говорю о том, что это было падение, и это мы идём вверх всего лишь пока идём вверх. Пока это отскок от какой-то точки. Но мы же трейдаем сегодня и сейчас, правильно? А не в будущем и не ждём о том, что мы... Мы же не инвесторы. Инвесторы имеется в виду, которые хранят годами. И мы не swing трейдеры и не position трейдеры, а мы day трейдеры, верно? То есть, мы пользуемся возможностью трейдить в течение дня, да? Чем хорош фореш? Тем, что там морожа не увеличивается и не уменьшается. Она такая, как она есть. 24 доллара за евро, доллар за один мини-контракт. Да? А там увеличивается. То есть, с x и 500 долларов. Но 3,750, 3,750 после того, как маркет закрыт до следующего дня, верно? Она ведь... Вот. Поэтому фьючерсы опасны в этом плане. А Форекс нормально, да? Вы можете держать эту позицию месяцами, если вы хотите. Тем более, что такое... Ну, проигрываете вы там... Что такое? Один... 10 пипс. Если вы трейдаете один мини-контракт, это вы проигрываете. Там, ну, не знаю... Копейки, короче говоря. Вот. Ну, стапы, естественно, нам надо ставить. Ребят, значит, смотрите. Еще раз повторяю. Наши сетапы вот какие. И мы находимся в отскоке. Я имею другие подписки. Я их иногда присылаю, скажем так. За которые я оплачу деньги. И одна из них Роберт Майнер. Вот. Я вам присылаю. Он дает рекомендации какие. Так. Он дает рекомендации. Ну, не знаю, если я найду. Ну, давайте я попробую поискать последнюю. Сейчас, секунду. Раз уж мы с вами тут так серьезно занимаемся. Я вам тогда сейчас все секреты буду открывать. Вот. Особенно тем, наверное, которые вообще не в теме. Если я это выставлю куда-то, так они сразу вообще на халяву получат все секреты. Так. Что-то я не могу найти. Почему у меня не открывается аккаунт. Yahoo. У меня там... Ну, ладно. Делаем так. Давайте я сейчас сделаю... Даже не помню. DynamicTraders.com Вот я там подписку имею. Так. Не засейвано. Нет. Почему? О. ОК. Нет, не это. Сейчас я попробую найти. А, да. ОК. Secret. Secret. Да? Тут у меня запись, понимаете. Так у меня поэтому она бегает. Ну, хорошо. Что-то подписался. Одиннадцатого тридцатого. Это когда? А, это в среду было, да? Вот сегодня будет репорт. Сегодня. Двенадцатого второго. Где-то к концу дня он будет репорт. Это моя подписка. Значит, вот смотрите. В среду. Он дает два раза в неделю. Два раза в неделю. Среда и суббота. В среду написаны, а в субботу это видеорепорт, где он рассказывает. Значит, ну, давайте мы пролистаем. Вот здесь это очень полезная штука, вообще-то говоря. Ну, я имею подписку. За что платишь, что имеешь. Правильно? Есть такая поговорка. Ну, давайте мы не будем сейчас вот это все смотреть. Посмотрим евро. Посмотрим евро. Это было в среду. Значит, тут написано, тренд на последующие несколько дней. Bear, то есть вниз. As long as snow close above today is high for a probably sideways to down for a next 3-5 days. Сейчас, одну секундочку, ребят. Тебе написать? И что еще? Адресы что? Сейчас. Окей. Давай. Ты говоришь. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Понятно, да? Only close above today is high will reverse trend to bull. Only close above today is high. Это было сделано в среду. Так? В среду. День. У нас пятница. У нас четверг. У нас среда. Вот мы сделали выше трейделей предыдущего вторника, но закрылись ниже. И теперь мы сделали реверсал. Но закрылись мы здесь. Видите? Мы не закрылись выше этой точки. Вот это был high. Вот здесь мы трейдались выше этого, но закрылись ниже. Здесь мы трейдались выше, но закрылись ниже. То есть наша сейчас точка, вот эта точка. Значит, в понедельник, если мы закроемся здесь выше, чем вот эта точка теперь, закрылись мы здесь, видите, да? Если мы закроемся выше, так мы развернулись и идем вверх какое-то время. Вопрос заключается в другом. То есть мы официально не закрылись выше этой точки. Ни в этот день, ни в четверг, ни в пятницу. То есть мы продолжаем быть bearish. Продолжаем быть bearish. Intraday, внутри дня, мы сделали чуть-чуть выше. Но как мы это увидели? Вот. Мы сделали чуть выше и пошли вниз. Видите? Вот если мы сейчас будем трейдаться вверх, то мы временно, сейчас мы к этому подойдем, пойдем, пойдем выше. Так. Это дневной график. То есть мы должны ориентироваться на дневном графике. Значит, ребята, смотрите. Вы видите точку? Мы трейдаемся. Совсем, совсем, совсем. Вот здесь. Мы трейдаемся. Смотрите, что было здесь. Вот эта точка и вот эта точка. Это было в октябре месяце. Видите? Нижняя точка была в октябре. А это было в апреле, да? Нет, не в апреле. Это было раньше. Это было в марте. А вот сегодняшняя точка. 23 ноября. То есть мы должны этот график иметь перед своими глазами тоже. Уже 240 минут. Горизонтальная линия. Видите? Видите точку? Лоу. 1.05.18, правильно? 1.05.18. А что у нас было здесь? 1.05.18. Вы понимаете, что вот, это exactly double bottom. Вы понимаете, что люди, которые вот здесь покупали, в этой точке, они имеют здесь стапы. Вы понимаете, что эти стапы будут рано или поздно того. 2.05.18, это очень и очень и очень серьезный паттерн, шаблон, где покупается. Это линия серьезная суппорта. 2.05.18, это очень и очень серьезный паттерн, шаблон, где покупается. 2.05.18, это очень и очень серьезный паттерн, шаблон, 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 шаблон. Не знаю, где вы можете смотреть и где вы можете все это дело наблюдать, допустим, так. И не только то, что я вам рассказываю. Но эти вещи вам не будут как бы, ну где-то может кто-то будет рассказывать, но эта комбинация, которую я делаю в своем этом, этого вообще мало у кого есть. Тем более тут много секретов, которые никто не будет раскрывать вам. Иначе, Киш, какой же это секрет, если он известен уже двум человекам. А у меня всего лишь одна цель, точнее две. Первая цель я хочу научить, вторая цель я хочу, чтобы вы, научившись, помогали мне. То есть пока что я вам отдаю. Надеюсь, что в ближайшем будущем вы мне будете отдавать. Я не про деньги. Деньги – это детский сад. За любое образование сегодня в этом мире платить надо. Я же сам получил. Я же хочу получить и добиться чего-то. Только не набор предметов в колледже, которые мне навязывают, которые мне сто лет не надо, если я собираюсь заниматься только этим. Это же понятно, да? А я имею в виду, когда помогать мне в моем трейдинге. Я один не могу видеть все. Тем более там такое количество графиков, три монитора, причем 4K монитор. Это же серьезная штука. До сих пор пока не встретил, вы знаете, ни одного человека. Удивительно, ну потому что сегодня каждый сам за себя, к сожалению. Более того, никто этому не уделяет должного внимания. Один человек у меня был, который уделял внимание. Мой ученик, молодой человек, англоговорящий. Вот он единственный человек, который уделил все свое внимание этому и достиг очень серьезных успехов. Очень серьезных успехов. Это молодец. Ну что я могу сказать? Вот, значит, короче говоря, ребят. Вот это вот совершенно дикий кластер-зон. Зона кластера. Видите? Первый трай вверх. Второй трай вверх. Я имею в виду эту красную линию. Вы же понимаете, что рано или поздно ее, она будет taken. Стапы, которые стоят, их заберут. Вот это кластер, да? Ну, ребят, что будет происходить, если мы пойдем вниз? Вот после вот этого нижней точки, самая высшая точка у нас была вот здесь, правильно? Выше не было. То есть, ребята, мы каждый делаем lower, high. Видите? Lower, high. Каждый раз мы делаем lower, high. Вот эти три важные точки. Первая, вторая, третья. Значит, наши сетапы какие? One, two, three, но дальше below вот этого. Пока что мы это не показали. То есть, о чем идет речь? Это вопрос тому, ребят, чего люди-то и близко не анализируют. И задают вопросы мне, допустим, мне задают вопросы о том, а что будет с долларом. То есть, соответственным образом, не с долларом. Доллар, может, и не волнует, а что будет с рублем? Или что будет с евро? Или что будет с фунтом? Но в соотношении к чему-то, чего-то. Мы сейчас говорим про евро. Вы представляете? Что будет? Вот здесь. 1.01. Вот наш таргет. И мы ее пробьем и идем сюда. Да? Потом мы отскочим отсюда и пойдем сюда. Вот это резистанс. А дальше что будет, мы не знаем. Но наш сегодня таргет здесь. Правильно? Но, ребята, это 240 минут. И это дневные, даже дневные графики. То есть, отсюда мы не трейдаемся. Вот здесь, смотрите. 1.01. 1.0.12. 1.0.12. А вот здесь точка. 1.0. Сколько было? 1.0.4.50. То есть, 330 пипс. Ребята, на одном стандартном лате, значит, это 3300 долларов. Правильно? 3300 долларов. То есть, те люди, которые в это дело понимают и имеют, что такое 3300 долларов. Значит, им надо задействовать, допустим, 1.4. Значит, им надо иметь, ну, не знаю, много денег. Короче говоря, на аккаунте, чтобы вот это все трейдить. Это все временно мы можем пойти вверх. Понятно, да? Вот он, да? Значит, куда мы можем пойти? Мы можем пойти, первая точка, вот сюда. Тут был суппорт, который был брокен. Вторая точка. Мы можем пойти вот сюда. Который был брокен, да? Это все суппорты. Почему здесь, да? Ну, потому что падение было отсюда сюда, падение было отсюда сюда. Вот это падение, точка, это ниже, чем вот эта точка. Но тут падение было меньше, чем вот здесь. Правильно? Окей? Ребята, с этим понятно, да? Значит, давайте мы это пока временно оставим. И теперь мы находимся в 15-минутном графике. Мы анализируем, чего будет далее. Чего будет далее. То есть, рано или поздно мы как бы должны пойти сюда. Точно так же, рано или поздно, если мы пробьем эту точку, мы сюда, допустим, пойдем, то мы пойдем сюда. Рано или поздно. Вот. То есть, пробиваем точку, идем сюда. Вот это на сценарий, который я вам рисую уже. Пробиваем точку, мы идем сюда. Ну, когда это произойдет, я не знаю. Время. Я не знаю. Хотя у меня есть циклы, чего я советую. Другим людям брать. Единственное, что, ну, как и я за это плачу, так и вам придется, если вы хотите это все делать. Потому что существуют некоторые циклы, которые, ну, я им пользуюсь. Короче говоря, почему? Ну, я как бы разбираюсь в астрологии чуть-чуть. И я хочу все шансы в свою пользу. Ну, поэтому я их увеличиваю. Понимаете, как? Это не просто какие-то вот это подписка, это подписка. Я их увеличиваю. Значит, ребята, смотрите. Давайте мы сделаем с вами вот что. Давайте мы сделаем вот что. Значит, давайте мы сделаем... И вернемся мы к 28-му числу. Да? Вот. Давайте мы вернемся вот к этим графикам. Значит, смотрите. Первая точка. Сейчас мы это сделаем, и мы на этом закончим. Ну, вы видите, что эта точка была выше, чем эта, правильно? Вы же видите, верно? Или примерно она одинаковая. Ну, на мой взгляд, я могу, конечно, сделать здесь этот дейтабакс. 1, 0, 5, 64. Вот low, да? 1, 0, 5, 64. А здесь low было 1, 0, 5, 65. Да? Окей? То есть, пока временное явление, временно, мы сделали дабл батом. Но мы же понимаем о том, что здесь стоят стапы, которые рано или поздно будут текен. Потому что здесь кто-то поставил стап и трейдет вверх. Но временно, еще раз, мы идем вверх. Правильно? Значит, смотрите. Наша работа какая. Комментировать мы не будем. Вы и так все понимаете. Пробитие первого уровня. Мы идем сюда. Сейчас мы делаем комбинацию с Fibonacci. До того момента, пока мы не пробьем точку 1 вниз, мы идем вверх. Первый уровень пробили, мы идем сюда. Не дошли сюда. Мы должны идти сюда. Ну, здесь 15 минут, поэтому это почти дошли. Но, тем не менее, технически, да? Технически мы идем вверх. Если мы пробиваем вот эту точку 2, куда мы идем? Значит, наш следующий target будет здесь. Если пробиваем эту точку, мы идем вверх. И последний уровень будет здесь, верно? Последний уровень, если мы пробьем вот этот уровень, будет вот здесь. Если мы пробиваем это все дальше, мы же не знаем, мы упали сюда вниз или нет. Это будет нижняя точка. Может, и здесь нижняя точка. Мы не знаем. Почему эта точка выше, чем та, которая была до этого? Правильно? Она выше, верно? Вот. 1, 2, 3. Здесь внутренний график. Так. Вот. Ну, и наша самая главная вот эта точка. Мы идем, значит, сюда. Если мы, если мы, 272, 262, ну вот, они совпадают. Это кластер, верно ведь? Это кластер. Очень nice, кстати. Но это resistance, правильно? Это все. Очень nice всем. Очень симпатичное все это, поскольку оно совпадает. Ну, давайте смотреть. Посмотрите, видите, хвост. То есть, открылся бар 15-минутный здесь, в этой точке. Так. Пошел вниз чуть-чуть, а потом пошел вверх и закрылся здесь. Вот следующий 15-минутный бар открылся здесь. То есть, о чем идет речь? Он ровно пришел в эту точку, видите? То есть, вот здесь мы покупаем. Почему? Мы здесь уже покупали, ведь мы уже показали, что мы идем сюда. Значит, мы покупаем здесь 610, а здесь 625. Вот нарисовано. Вот 15 пипс. 15 пипс мы получаем в течение, ну, не знаю, минут. Что такое 15 пипс? 150 долларов на одном стандартном лате. На одном. А на двух. А на трех. Все, что нам надо делать, один раз сделать наш сетап, взять 15 пипс и забыть об этом на сегодня. Проблема для всех гриди, гриди. Что двигает маркет? Fear and greed. Fear – это страх, greed – это жадность. Это общеизвестный факт. Маркетом, стак-маркетом биржа двигает вот эти две силы. Как, в принципе, двигает весь мир. Жадность. Человеку все время все мало. И страсть владеть чем-то. Власть. Понимаете? Вот. Жадность – это деньги. Это понятно. Окей. Поехали дальше. Ребята показали, что мы идем к этому таргету. И здесь 1.272. Видите? Ну, на таком маленьком 15-минутном графике это, в общем-то, много. Но, вы понимаете, это видят все. Все это видят. Мы же не только самые умные и разбираемся в Fibonacci уровнях. Кто-то же еще разбирается, верно? И программы компьютерные, они все это видят. И они, соответственным образом, не дают возможность. То есть, моща такая, что двигает прайс, двигает маркет, куда хотят. Вот. Поэтому мы пошли вниз. Давайте посмотрим, просто мы дойдем до сюда или нет. Я вот с вами первый раз тоже делаю. Дошли опять до суппорта. Видите? Пошли вверх. Все, еще раз, все по науке, ребят. Все по науке. Вы знаете, я... Может, кто-то будет смотреть, но вот ко мне обратился... Один человек ко мне обратился. Посмотрели мою презентацию, которую я выразил. И вот обратился человек с просьбой о том, вот как поучиться. Ну, мы беседуем. И вот мне этот человек говорит, давайте я вам дам доступ к моему аккаунту, вы будете трейдить его. Я говорю, а зачем? Два момента. С моей точки зрения, как психолога, два момента. Первый момент, главный для меня момент. Человек хочет переложить ответственность себя на кого-то другого. И это сразу плохо, потому что откуда вы знаете, кто я такой вообще-то на самом деле? А вдруг я вас, весь ваш аккаунт полностью на ноли сведу? Откуда вы это знаете? Я не Господь, Бог, и я, даже если я 90% выиграю, 1% я могу полностью все проиграть. Зачем вам это надо, объясните? Более того, вы знаете, какая это карма для меня, в частности, если я буду это делать? А вдруг я проиграю? Значит, ну, понимаете, это же деньги. Люди из-за денег становятся врагами, напрочь, просто лютыми, родственники, враги, между родкровными братьями, сестрами и так далее. Много причин. Зачем мне нарушать свою карму? А зачем человеку нарушать свою карму? Потому что он этого не понимает. Это неправильно он должен делать. Дальше, это главный момент. Второй момент. Смотрите, вы берите ответственность за самого себя. То есть, человек не должен полагаться на другого человека, чтобы… Вот у меня жизнь, у меня ничего не получается в жизни. А почему не получается? Ну, на это есть причины, ребят. Мы сейчас не будем… Почему причины не… Почему у вас маркет, допустим, не получается? Почему вы работаете не по специальности? Почему вы занимаетесь, как всегда, не тем, чем вы должны заниматься? Вот почему все это дело происходит? То есть, это очень серьезные, тонкие моменты, которые… Это не биржа. Забудьте про эту биржу несчастную. В конце концов, что такое биржа? Сколько бы вы там не зарабатывали, дай бог. Самое главное ведь не это. Самое главное, чего из этого будет? Для чего это все делается? Приносит ли это счастье и так далее? Вот главное. Мы духовные люди. Внутри находятся… Вы пришли через нетворк. Не просто с улицы вы пришли. Вы ничего… Вы все это понимаете и знаете. Поэтому я вам говорю. А те люди, которые будут это смотреть и в это не верят, это их проблемы. Это не мои проблемы. Вы должны понимать. Как я это понял, посещая разные, так скажем, континенты, имея образование там, там, там. Я вот образовываюсь. И, понимаете, я когда веду программы на радио, вот там тоже ко мне немножко отвлекаюсь, обращаются. Вот этот ведущий, как он надоел, он хочет себя показать. Да я не хочу себя показывать. Я себя уже давным-давно показал, кстати. Если я стал руководитель, центр организовал, у меня тысячи и десятки тысяч людей смотрят это. Так зачем мне себя показывать? Я наоборот себе делаю, если вы заметили, кто-то там заметил. Очень маленький экран, а то у меня вообще нет на экране. Чем мне себя показывать? Вот. А если я говорю, так я это говорю о чем-то, для чего-то, чтобы людям это было понятно, и они могли использовать эту информацию. Вот те люди, которые это говорят, не понимают. Индийские йоги, которые живут в Индии, они живут некоторые там 500 тысяч лет, они живут. Об этом никто не знает и никто не верит. Как это может быть такое? Нас так не приучили думать. А вы знаете почему? Они так делают. Они никому об этом не рассказывают и не показывают. Иначе, если они будут гордиться, тогда у них закрываются полностью все каналы. Хвастаться. Понимаете? Это опасная вещь. Поэтому я же это очень хорошо знаю. Так зачем мне это надо делать? Я их буду себе вредить. Я это говорю к чему? Я это говорю всего лишь к тому, что перейдем к следующему моменту с этим человеком. Я говорю, ребята, а почему бы, ну вот этому человеку, а почему бы вам не научиться этому и не быть пассивным инвестором, а взять ответственность на себя, научиться и делайте это, и получайте 100%. Мне-то зачем получать от вас проценты? Ну, мне говорят, мы вам будем платить проценты. Так я же от своего аккаунта получаю 100, сколько вы мне не платили, я же буду получать меньше, правильно? 50 больше, так сказать. Зачем мне это надо? Бесплатные деньги. Ну, я вот вчера пошел в банк и взял у них ссуду в банке. Ну, мне пришло там письмо. 2% я имею 1 год. Вот 2% на вложенные деньги. Я должен, правда, расплатиться за эти. Значит, получается, что, если я инвестирую 10 тысяч, я беру, то 2% от 10 тысяч, это сколько? Это 200 долларов, правильно? 200 долларов. Ребята, а если я это в день получу, 200 долларов? Да? Я же это показываю каждый раз. Если я получу это 1000 долларов, значит, я, естественно, заработаю. А как бы я заработал, если бы я не взял этих денег, к примеру? То есть, есть смысл в этом деле. Инвестируйте в свое образование и зарабатывайте себе на здоровье. Я вам буду в этом помогать и буду очень рад. Почему? Как только вы будете зарабатывать и будете успешными в этом деле, вы будете мне помогать. Я не вижу всего. Мне помогать не надо деньгами, но мне надо помогать. Просто один человек все не может делать. Понимаете? Я даю информацию. Это универсальный закон вселенский. А давая мы получаем. Это закон бизнеса. Инвестируя мы получаем профит. Окей? Понятно, да? Поэтому я человеку сказал, ну, не знаю, понял меня этот человек или нет. Ну, вот таким образом. Я понимаю, что есть там у кого-то есть возможность, у кого-то нет. Значит, если нет возможности, значит, время не подошло. Ну, просто не подошло время. Ну, значит, ждите, придут. Учитель появляется, когда ученик готов. Значит, не готов ученик. Окей, поехали дальше. Значит, смотрите, что было дальше у нас. Ну, вот, надеюсь, верите, да? Я это делаю с вами первый раз. Я это делаю с вами первый раз. То есть, я этого не видел. То есть, от уровня к уровню, от уровня к уровню. Первый уровень, второй уровень, третий. Все. Потому что, если мы пробиваем вот этот уровень, то мы идем вот к этим 100%, вот к этой высшей точке мы идем. Так? Не забывайте, здесь лежат стапы. И мы находимся в гораздо большем временном промежутке, который идет вниз. Вот он. Идет вниз. Диким образом причем совершенно. А здесь 15 минут мы взяли какой-то это самый участок. Хорошо. Мы это все победили, да? Ну, вот, смотрите. У нас два аккаунта. Первый аккаунт у нас. Мы идем вниз. Но временно мы идем вверх. То есть, на втором аккаунте мы трейдаем вверх. На первом аккаунте мы в позиции и стоим и ждем, когда мы пойдем вниз. А стапы у нас вот здесь, кстати. Вот у нас здесь стапы. Вот. У нас стапы вот здесь. Правильно? Видите, что произошло? То есть, у нас все умные, правильно? Программа особенно. Они все это видят. И они выбили вот этот уровень, выбили на маркете. Мы же продолжаем идти вверх, пробиваем этот уровень. Здесь 15 минут. То есть, мы внутри bear market. Мы внутри, в нижний, вниз мы идем. А здесь мы идем временно вверх. Мы даже до этого не дошли. Окей. Значит, понятно, да? Идея какая? Но очень вот этот вот кластер, очень nice. Значит, смотрите. Мы показали здесь, что мы идем вверх. Здесь у нас был line in the send support. Мы к нему пришли. Допустим, мы купили здесь. Или вот здесь вот мы купили. Вот была верхняя точка. В этой точке мы купили. И наш таргет. То есть, мы купили 1.0614. А наш таргет, базируясь на этом, вот здесь. 1.0614 мы купили. Ну, чуть-чуть проигрываем. Вот здесь ниже было. А мы купили вот в этой точке. Вот на падении. 6.14. А вот здесь у нас таргет 6.38. 24 пипс. 25-26 пипс. Короче говоря, вот наш один трейд и все. И мы заработали наши проценты. А дальше идите спать. Идите на работу, на свою основную работу. Идите, едьте там куда-нибудь, не знаю, в Гималайи, на пляж и так далее. Окей. Дальше. Пришли сюда. Покупаем мы здесь или нет? Ни фига мы не покупаем здесь, ребята. Хотя мы потом пошли вверх. Не покупаем. Технически мы можем, конечно, рискануть и купить здесь. Здесь уровень есть, здесь уровень есть. Вот это наш кластер, ребята. Вот это наш кластер. Вот он. Покупаем мы здесь, в этой точке? Нет, не покупаем. Почему? Две причины. Первая, главное, мы идем вниз. Вторая причина, мы дошли до уровня 786. Это экстремальный уровень. То есть опасно. С другой стороны, хотите, покупаете. Вот здесь стапы стоят и так далее. Еще раз. Но нет. Дальше. Дальше. Ну, вообще, я считаю, пожалуй, на этом уже можно было закончить. Давайте вернемся к нашему сегодняшнему маркету. И с кем-то мы будем, кто захочет, анализировать. Это перед началом подготовка к живому трейдингу. Кто-то уже у меня брал такие частные, так скажем, уроки. Это разовые уроки. Один час. Ну, больше там. Один час, получается, обычно это больше. Стоит 100 долларов. Это самый минимум. Ну, мы можем это все отыграть. И кто-то у меня уже брал, кто-то хочет брать. Ну, есть такая возможность. Есть, короче говоря. Значит, ребят, смотрите. Давайте мы этот, эти ретрейсменты уберем. Вот эти мы цифры оставим здесь. Так. Видите, как оно работает? Видите точку? Попали прямо на этот уровень. пробит сюда, сюда, пробит сюда. Дабл батом, которая вот то, что мы рассматривали, она должна быть taken. Вот это дабл батом. Вот это вот. Вот она здесь была taken. Мы пришли сюда. И вот мы где находимся. Значит, смотрите. Один, два, три. Один, два, три. Вот это важный момент, почему мы пришли к этому экстремальному уровню пошли вверх. То есть, на этом промежутке времени, тут всего 240, даже не дневной график, мы идем вниз, но мы этого еще не пробили, не показали, не получили confirmation, не получили подтверждения. И то, что мы разобрали на дневных графиках, мы не доказали о том, что мы закрылись выше этой точки. Мы должны закрыться, closing должен быть выше этой точки. Этого пока нет. Вот где мы сейчас находимся. И мы пробили эту точку. Мы пробили эту точку. На самом деле, ребят, на самом деле, у меня есть очень и очень nice-кластеры, но я не буду вам об этом сейчас рассказывать. по нескольким причинам не буду рассказывать. Во-первых, я не хочу вас ввести в заблуждение и потратить на это еще время. Я хочу, чтобы вы это сделали сами. Но у меня есть мои предположения и мой трейдинг-анал, который я буду использовать, куда мы пойдем. Мне хотелось бы, чтобы вы мне это об этом написали, чтобы это не было односторонней связью, только к вам. Я хочу, чтобы это была связь и ко мне тоже. Хорошо? От вас ко мне. Кто имеет такую возможность, я бы вам советовал взять такую частную сессию, поскольку это урок и так бесплатный. Это и урок и так просто, так сказать, особенно для тех, кто уже учились. Это моя просто такая добрая воля вам показать. Я хочу, чтобы вы все-таки научились. Я не прошу у вас за это ничего. Я вам просто рассказываю, объясняю. Мне не жалко, кстати, выскладывать это куда-то в YouTube. Мне абсолютно не жалко. У меня цель совсем другая. У меня цель на первых порах отношения к этому вопросу у людей очень ложные. Во-первых, для этого не надо иметь семи пядей во лбу. Если научился один человек, и второй может научиться, особенно если есть предпосылки для этого. Но это я делаю легко. Нумерология и все. Но главный момент убрать у себя вот это убеждение, которое нас кто-то вбил в наши головы о том, что нам надо делать так и так. Ни хрена. Ни хрена. Это нам кто-то сказал. Понимаете? Но я же доказываю, что это не так. Вот убедили нас о том, что это казино. Убедили нас что это астрология, это предать анафеме, сжечь на костре и так далее. Такие были уже инквизиции. И сегодня вот эти экстраординарные способности, это паранормальные способности почему-то находятся в загоне. Особенно я знаю, это находится к сожалению в России, в моей родине, где я родился на самом деле. Почему? И если люди что-то умеют делать и используют это для помощи другим людям, почему это надо гнобить? Почему надо только бизнесом заниматься? Есть альтернативные методы лечения. Почему надо идти только вот туда? У каждого человека есть право выбора, должно быть право выбора. А как они с этим распорядятся, не знаю. Я, по крайней мере, даю такую информацию, понимаете? Я даю такую информацию. Вот у меня есть... Давайте я вам сейчас покажу другой экран. экран, да? Так. Куда я... Ага, вот здесь, да? Значит, вы видите, сколько у меня здесь всякого всего? Три монитора. Я показываю вам второй монитор. До этого был третий монитор. вот это индикаторы, которые некоторые из вас имеют и пользуются этим. Значит, вот я хотел показать, но я уже это убрал. Но давайте мы посмотрим просто, да? вот тот самый вариант, который мы смотрели один, два, три, когда мы пролетели вниз, пошли, да? Давайте мы посмотрим, если я сумею... Нет, я не сумею, наверное, вернуться. Сколько там? Пять дней? Ну, может быть, сумею. Двадцать восьмое число. Двадцать восьмое число. Ну, вот это евро, да? Это евро. Ну, вот евро, чтобы вам было понятно. Вот евро. Нет, двадцать девятое число, да? Двадцать девятое число. Давайте, чтобы на этом экране все было понятно. Тут экран 4K вам будет очень плохо видно, я так думаю. Ну, тем не менее. Пятнадцать минут, да, график. Вот смотрите. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что... Помните? Один, два, три. Сетап. Один, два, три. Значит, вот третий сетап, да? Ноль шесть, двадцать три. Это было... Один, ноль шесть, двадцать три. Один, два. Это было... Когда? Двадцать восьмого числа. Восемнадцать ноль ноль. Вот двадцать девятое число. Значит, нам надо быть выше точки один, ноль шесть, двадцать два. Вот он, да? Один, ноль шесть, двадцать два. Значит, время было двадцать девятое число. Двадцать девятое число. 29 число у нас, вот оно, 29 число. Давайте мы уберем пока этот график. Вот 29 число. Да, точка, которая нам пробита, сейчас еще раз. Точка, которая у нас пробита 0,622. Да, правильно? 0,622. Если мы будем выше 0,622, то есть мы видим вот эту картину. Вот мы ее пробили. Значит, время 10 часов утра. 10 часов утра. Мы пробили. То есть, куда мы идем, ребят? Мы только что это показывали. Давайте еще раз посмотрим наши ретрейсменты. Вот они. Вот этот кластер. Мы его пробили. Значит, мы идем 0,640. То есть, мы ищем точку входа. Точка входа, ну, по идее, здесь должна быть 0,611. Поскольку мы уже показали, что мы идем сюда. Вот она, правильно? Давайте посмотрим на этом графике. Вот 29 число. Мы должны быть выше 0,622. То есть, вот здесь вот мы показали о том, что мы идем вверх. 0,665 мы показали. Да? Так. 0,632. Вот здесь 0,632. А мы должны были быть еще раз. Повторяю, надеюсь, вы за мной следите. Вот точка была 0,625. Мы должны быть выше 0,625. Вот здесь мы должны быть выше. Как только мы выше, мы идем 0,639, 0,659. Ну и еще там 0,65. Окей. Значит, вот смотрите, как мы трейдаем. Время 8 утра. Ну, то есть уже можно трейдиться. Значит, в этой зоне мы не трейдаем. Это красная зона. И мы еще не показали. Вот справа давайте смотреть. 0,622. Мы не смотрим вот эти точки. Хотя здесь можно было покупать. Нет, нет, мы не смотрим. Мы смотрим, если мы пробиваем 0,622. 0,622. Вот 0,626. Вот в этой точке мы пробили. 0,633. Вот здесь. Так, вот в этой точке мы пробили. Что это означает? То есть мы показали, что мы идем вверх. И следующая у нас точка 0,639. 0,639. А следующая точка 0,659. Верно? То есть мы ищем точку входа. Мы это показываем. Вы понимаете, какая комбинация, сочетание вот этого всего? Вы говорите, можно делать все, что угодно. Можно базироваться на каком-то одном. Но я, я лично, еще раз, я не говорю, что вам это надо делать. Но я люблю шансы, то что называется, увеличивать. Я имею индикаторы. Они дико дорогие индикаторы, я вам рассказывал. Эти индикаторы стоили 16,5 тысяч. Но вы понимаете, если я один раз их купил, они со мной остаются forever, навеки. И я каждый раз могу теоретически зарабатывать. Но для чего я это делаю? То есть я могу и не зарабатывать, может быть, но я же считаю, что я буду зарабатывать, верно? То есть логично. Я же вам показываю, как она работает. Дальше. Значит, мы ищем точку входа. Значит, еще раз, индикаторы в зеленой зоне только покупать их, не продавать. Sellshort нельзя делать. Значит, мы ищем, когда мы переходим ниже или белой, или красной черты. Ну, желательно красной. То есть в этой точке мы покупаем, вот здесь. Мы покупаем в этой точке. Мы еще не видим вот эту красную зону. То есть мы покупаем здесь. Вот она, точка. То есть мы купили вот здесь, правильно? Вот на этой зеленой линии. Мы купили вот. Это Bollinger Band. Мы купили на 0,615. Мы купили, да? А у нас было уже на 0,635. Значит, наша точка 39 выхода. 0,615 и 39 – это… Ну, еще раз, чтобы вам было это видно все. Вот, 0,639. Следующий уровень. Фибоначчи уровень. А следующий 0,659. Значит, мы купили. На 15 и хотим выйти на 39. 24 пипс. А если мы купили на 15, половина выходим здесь, а половина ждем вот здесь. Мы получаем еще 20 пипс. То есть 45 пипс мы получаем, верно? То есть купили мы вот здесь. Купили мы вот здесь. Время у нас было 10 часов 5 минут примерно. И 39 мы ждем таргета. Да, ну где наши стапы? Стапы наши вот здесь. Ну, или здесь. Там, где мы выберем. Ну, короче, не важно. Пока не важно. Так. 39. 39. 39. Вот 39. Значит, время 12.04. 10.05. 12.04. Два часа мы заработали наши 25 пипс. За два часа. Ну, на одном стандартном лате это 250 долларов мы заработали. Верно? На 10 всего лишь мы заработали 25. Это то, с чего я вам говорю. В принципе, можно на этом деле закончить. Вот. Но у нас же показывают, что мы идем выше. То есть, о чем идет речь? Если мы здесь купили, то мы должны продать где? Когда индикатор будет overbought. Вот здесь. Базируясь на этом. Но он остановит. Идет вверх. Он остается overbought, overbought. И вот в этой точке мы идем вниз, потому что здесь уже divergence получается. Индикатор идет вниз. А цена идет, продолжает идти вверх. То есть, что-то должно произойти. Дальше. Точка 1,0680. 1,06... Видите? 59, кстати. 1,0659. Да? Ребят, смотрите. 1,0659. Видите? Как точно? Вот. 1,0659. Вот. Видите? Видим ли мы здесь вот эту вещь? Нет. Не видим. То есть, как только мы пробиваем сюда, мы идем к этой точке, к этому уровню. И наша задача... Верно? Вот пробили этот уровень, мы идем к этому уровню. Значит, наша задача купить вот здесь на pullback. Значит, мы пробили, мы дошли до 46, так? И мы смотрим, что будет дальше. Ну, мы же пробили уровень, верно? Мы не делаем индикатор только как индикатор и больше ничего. Мы делаем это комбинацию. То есть, одно... Два в одном у нас, понимаете? Мы должны делать сочетание. Чем это выгодно? Тем, что мы видим эти индикаторы, мы здесь их не видим, а здесь мы видим. Это создано серьезной компанией с очень серьезным человеком. Очень серьезный, который разработал. Он занимается бизнесом, он продает это. Ну, правильно. Но это же нормально, да? Делает... Кто-то делает бизнес и на этом зарабатывает. Ну, это же есть бизнес, но зато он отдает, он честно отдает. Он пашет и пашет и пашет. Он хочет, к нему пришли клиенты, и он хочет зарабатывать. Это нормально, понимаете? Вот. Наша задача – пользоваться или не пользоваться? Имеем возможность пользоваться? Не имеем, не пользуемся. Это наши проблемы. Вот. Ну, короче говоря, 0,639. Давайте смотреть здесь. 0,639. Вот здесь был pullback. Здесь он не виден. Посмотрите, тренд в зеленой зоне, он идет вверх. Он идет вверх, ребята. Он идет вверх. Нету никаких оснований нам продавать. То есть, мы пользуемся любой этой самой, чтобы купить это. Ну, здесь не показано, что мы здесь должны покупать. Зато показано, что мы можем купить вот здесь, в этой точке. Но почему это опасно покупать здесь? Потому что, если бы мы купили вот здесь, вот на этой линии, да? На этой линии мы купили бы технически, видите? Мы можем купить. Это же вот эта зеленая зона, правильно? Но проблема-то в том, что мы дошли до уровня. Мы же не делаем вслепую это все. Берем, покупаем, берем, продаем и так далее. Мы должны понимать price action. Как это все работает. Мы должны понимать. Можем ли мы купить здесь и идти вверх? Да. Мы же это показали. Можем. Только я бы не покупал. Почему? Потому что, ну, я объяснил почему. Потому что это был экстремальный уровень. Вот. Тем более, мы в красной зоне. Мы можем купить технически? Да, можем купить. Но откуда мы знаем? А вдруг мы еще ниже полетим? Поэтому здесь уже опасно покупать. Понимаете? Индикатор нам говорит, что мы покупать не можем. Мы можем делать только sell short. Вот здесь мы можем делать sell short. Потому что мы достигли этой линии. Где наш стаб? Выше этой точки. Но вы думаете, мы одни такие умные? Посмотрите. Этот стаб был taken вот здесь. И пошли вниз. Теперь что происходит, ребята? А происходит вот что. Вот эта точка, видите? Вот эта точка. И эта точка. Она чуть ниже. Но как только мы пробьем эту точку, мы идем вниз сюда. Вот мы ее пробили. Мы пробили. Попали в красную зону. Теперь мы подтвердили о том, что 0,786 – это была наша экстремальная точка. Мы продолжаем идти вниз. Поскольку мы и так идем вниз. Верно? То есть теперь наша задача что делать? Sell short, ребята. Где? Вот здесь. Вот нам индикаторы уже показывают. Вот. Видите, он дошел до белой вот этой пунктирной линии. То есть лучше было бы здесь, но и здесь можно продавать. И здесь находятся, вот видите, сиреневые вот эти вот. Это центр Bollinger and Bread. Мы здесь делаем sell short. Где мы берем profit? А вот здесь мы берем profit. Вот здесь мы берем profit. Даже здесь. Индикатор oversold. Ну, у нас есть Fibonacci уровни. На том графике мы могли посмотреть. Смотрите. Здесь мы делаем 0,641. А вот здесь у нас 0,620. Вот здесь 0,620. Значит, 20 пипс. Ребята, видите, сколько пипс мы можем зарабатывать? На одном несчастном графике. Зачем нам 4? Модеста спрашивает. Зачем тебе 4, дорогой мой? Тебе 1 хватает. Ты только научись им пользоваться. Понимаешь? Окей? Давайте я еще раз вам покажу, где это у меня. Так. Что-то потерялся. Давайте я покажу первый экран. Окей. Теперь вы видите другой, последний мой экран, где находятся индексы. ES, NQ, YM. И где находятся 4 пары валютных. Евро-доллар, британский фунт-доллар, доллар американский с канадским долларом, и Ауди, австралийский доллар, к американскому доллару. Так. Так. Значит, британский фунт, да? Я сказал, что мы его закончим, а мы продолжаем. Спасибо за просмотр. Ну что, смотрите, сетапы, один, два, три, выше этой точки мы идем вверх, таргеты, здесь не нарисовано, но давайте мы с вами нарисуем, вот он, вот он таргет, и вот он таргет. Видите, 601, 8, вот он, вот наш кластер, тут миллион других линий. И тут 240 минут. 1, 2, 3, выше этой линии мы идем вверх. 1, 2, 3, идем вверх. 32,8. 50%. Где наш таргет? Вот он, ребята. Вот он таргет. Значит, это базируется на большом тайм, временном промежутке, еще раз, от этой точки. Но у нас точно такое же дикое падение, дикое падение вниз было. ОК. Но временно мы идем вверх. Докуда? Охренов знает. Когда мы развернемся. Но пока что мы идем вверх. Мы здесь и сейчас, верно? Значит, где наш таргет? Вот он. И следующий таргет, вот он. Помните, мы рисовали? Вот сюда, да? 27,2, 61,8. Вот мы сейчас находимся на резине. Мы выше нее не закрылись. Мы закрылись прямо на ней. Но, но 15 минут, 15 минут, 15 минут, 15 минут. 15 минут. 1, 2, 3. Выше этой точки. Да? Выше вот этой точки. 1, 25, 31. 1, 25, 31. 1, 25, 31. 27 число. И где наш таргет? Смотрите, как это все просто. Только это надо, еще раз говорю, в реальном времени делать. Выше этой точки у нас 70. 31, а здесь 70. 39 пипс, 40 пипс. Да? Как только мы пробиваем эту точку, у нас здесь будет таргет. 70. Ну, логично, да? Таргет. 31, да? Таргет. Смотрите справа. 14, 20, 23, 31. Вот точка. Выше 31. Значит. И мы здесь находимся. Справа. 38. То есть мы показали, что мы идем вверх. Верно? Значит, вот здесь мы покупаем. Где у нас таргет, ребят? 71. 76. И пошли вниз. Но пробили 71. То есть мы еще показываем, что мы идем вверх. Ну что? 40 пипс. 400 долларов. Время. Купили здесь. 36. Время. 0.3.30. А здесь 0.3.56. 25 минут. 26 минут. 26 минут. Вы представляете, какие бабки тут находятся? Ну расскажите, как этим не пользоваться? Вот я вот с вами делаю, клянусь вам, первый раз. Ну не анализировал я вот с этой точки зрения. Нет у меня возможности. Тем более, сами понимаете, у меня довольно большая структура. В конце концов, у меня столько всего. И программ передач и так далее, о которой все мне надо делать. А трейдинг это, так сказать, хобби. Поэтому тут и не всегда выигрываешь. Не всегда это видишь. Вот для этого нужна команда. Команда. Ребята. Вот смотрите. Базируется только на индикаторе. Мы уже показали, что мы идем вверх. Значит, где наша покупка? А вот она. Самая элементарно простая покупка. Покупаем здесь. Видите? Мы в зеленой зоне. Индикатор oversold. Мы купили здесь. Вот. И попали мы здесь на зеленую линию. Bollinger Band. Покупаем. Где наш таргет? Следующий уровень. Отсюда. Сюда. Идем вверх. И вот наш уровень. Сюда мы пришли. Да? Надо смотреть еще репорт. Это было 5 часов утра всего лишь. Мое время. А ваше время. Это же native. Настоящее время. Ваше время. Когда вы можете трейдить. Это у меня там, допустим, ночью. Ну, я отстаю в это время. Но, тем не менее, в 3 часа ночи. Понимаете? То есть, все, что надо делать. Вот смотрите. Британский фунт. Только что евро показал. И британский фунт. Все абсолютно одинаково. Надо просто этим брать и пользоваться. Берите. Оно уже у вас все есть. Понимаете как? Субтитры сделал DimaTorzok